Не забудем, не простим, комментировал верховный главнокомандующий США смерть 13 своих солдат. И по заявлениям Байдена казалось, кара будет жестокой. Но наносить удар возмездия Пентагон отправил всего один беспилотник. Двоих боевиков он убил, еще одного ранил. Насколько эти потери чувствительны для ИГИЛ, пытали журналисты официального представителя Минобороны. Не стану говорить, какие возможности могло потерять исламское государство в результате этого удара. Они потеряли организатора и помощника. Третий ранен. Факт того, что этих двоих больше нет на свете, это хорошо. Хорошо для народа Афганистана и военных США в этом районе. Ограничимся на этом. Байден удар одобрил. Президент, как сообщил его пресс-секретарь, наделил Пентагон всеми полномочиями для уничтожения боевиков ИГИЛ. Встречи по Афганистану в подвале Белого дома в так называемой ситуационной комнате стали ежедневными. Ежедневно Байдену докладывают о том, что риск новых терактов чрезвычайно высок. США вынуждены полагаться на Талибан, который контролирует внешний периметр аэропорта. И жизни американцев зависят от боевиков группировки. Глава Пентагона не появлялся на публике уже несколько дней. Это говорит об отсутствии руководства, о том, что они вообще не руководители. Мы все видим, как идет операция по эвакуации. Все видят, что она идет неправильно. 13 солдат за один день. Таких потерь у Пентагона не было 10 лет. Но в отставку никто не отправлен и добровольно никто не ушел. Белый дом рапортует. Все по плану. Эвакуацию из Афганистана завершат к 31 августа. Пять с лишним тысяч солдат, которые перебросили в страну, прикрывать отход, скоро тоже начнут отправлять домой. Военнослужащие ясно дали понять президенту, что они привержены продолжению этой миссии, спасению жизней, эвакуации большего числа людей из страны в ближайшие дни и завершению своей миссии к 31 августа. Это также означает переход к фазе вывода войск. Так что в ближайшие пару дней произойдет сокращение численности военнослужащих. Солдаты уже прекратили охрану своего посольства в Афганистане. Дипмиссия перенесена в аэропорт Кабула. И что с ней будет после того, как Пентагон выведет войска, непонятно. Временный поверенный в делах Рос Уилсон заявил, что Вашингтон до сих пор не принял решение о работе посольства после 31 августа. В отличие от американских военных, американских дипломатов талибы хотели бы видеть в Афганистане и попросили Госдепартамент не уходить. Они нам ясно дали понять, что хотели бы сохранить американское дипломатическое присутствие. Но в конечном счете, разумеется, это решать не Талибану. Это решение, которое должны будем принять мы, отталкиваясь от главного приоритета – безопасности американских должностных лиц. Вашингтон до сих пор и самым главным не определился, как дальше быть с Талибаном. Афганистан уже под контролем движения и встал вопрос о признании или не признании новой власти. Боевики, к слову, не готовы терпеть американцев в стране после 31 августа. Мы позволяем злодеям говорить нам, что делать. Мы сильнейшая страна в мире, у нас есть ценности. Президент Байден, безусловно, может оставить наши войска там и после 31 августа для эвакуации. Потому что мы точно не успеем вывести всех к этой дате. А Талибан, наши враги и террористы говорят нет. И мы уходим со словами «сделаем все возможное, чтобы вывести столько, сколько сможем». Великая держава так не поступает. На вывод войск, эвакуацию своих граждан и афганцев, которые работали на США, у штатов всего три дня. Времени нет, как нет и у оставшихся. Возможности подобраться к аэропорту на дорогах слишком опасно. И посольство США в очередной раз просит своих граждан держаться подальше от воздушной гавани. Американцев, застрявших в Афганистане, это все еще сотни человек, госдепартамент успокаивает по телефону. Во внешнеполитическом ведомстве США заявили, что с каждым из соотечественников дипломаты на связи. А вот афганцев, которые работали на американцев, обзванивать некому. Их слишком много. По оценкам New York Times, 250 тысяч человек должны покинуть страну, чтобы не попасть в руки к талибам. И очевидно, что за три дня вывести всех – это просто невыполнимая миссия.